Харькова и Харьковская область с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации стала одним из городов и регионов, которые больше всего подвергались атакам оккупантов. Да, о том, что сейчас происходит в Харькове и Харьковской области, поговорим подробно с Натальей Поповой, советницей председателя Харьковского областного совета. Наталья с нами на прямой связи. Наталья, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела в регионе и в самом городе? Известно, что враг не прекращает обстрелы и попытки нанесения массированных атак по украинским городам. Сегодня в первой половине дня у нас был очередной обстрел Купенска. Один гражданский получил ранение, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также в селе Катеринка, к сожалению, у нас после очередного обстрела есть один погибший. И сегодня также гражданские, уже в Харьковском районе, проезжая просто на машине на дачу, предварительные данные, подорвались на обочине на мине. Это была семейная пара, муж и жена, муж скончался на месте, женщина получила ранение. В самом Харькове сегодня без обстрелов, несколько раз без ракетных ударов, несколько раз включалась тревога. Но за этим пока ничего, слава богу, не последовало. Но тем не менее, я прошу всех жителей нашего региона реагировать на тревогу, потому что мы прекрасно видим, что нам не повезло с соседями. Ну да. Наталья, скажите, пожалуйста, насколько удается справляться с этими атаками, насколько удается отбиваться от этих шахидов-136? Если мы говорим о шахидах, то последняя атака их была в ночь на 29 декабря, получается, позавчера, на Харьков, Харьковскую область, летело 13 шахидов. Из них 11 были сбиты нашими силами противовоздушной обороны. И, собственно говоря, это высочайший результат, потому что мы прекрасно помним, в каких тяжелейших условиях мы находились в начале войны, еще буквально несколько месяцев назад. Усиление нашей воздушной обороны мы ощущаем с каждым днем все больше и больше. И судя по тому, как они летели, это были цивильные, гражданские объекты, то есть далеко не объекты, связанные с военной отраслью? Нет, они целились в объекты инфраструктуры. 29 числа днем последовали после ночной атаки шахидов на Харьков буквально три волны ракетных ударов, после которых они были нацелены на четыре объекта критической инфраструктуры. К сожалению, в некоторых местах были попадания. Ну, в принципе, там удалось локализировать достаточно быстро ситуацию. Вследствие этих ракетных ударов у нас порядка тысячи домов потеряли отопление, но аварийные дригады приступили к работе и сейчас пытаются в кратчайшие сроки восстановить отопление для жилищного фонда, для жителей нашего региона. Наталья, скажите, пожалуйста, как в условиях постоянных обстрелов или постоянной угрозы обстрелов, которая нависла и не прекращается, остается актуальной до сих пор, удается восстанавливать поврежденную инфраструктуру, удается восстанавливать жилища людей? Это достаточно сложно, если говорить, например, об Изюме, где удалось благодаря нашим партнерам, которые помогли с окнами, благодаря поддержке государства и достаточно спокойной ситуации проводить восстановительные работы, запускать котельни. Если говорить о Волчанском районе, о Купинском, это северо-восточная часть нашей области, где в том числе артобстрелы, обстрелы из РСЗО не прекращаются, в принципе, ни на день, они продолжаются ежесуточно, то это гораздо сложнее и, к сожалению, там самые высокие риски для всех, кто участвует в восстановлении нашего региона. Но это продолжается, отопительный сезон стартовал, энергетику удалось достаточно мощно, быстро запустить, поэтому работаем. Да, на самом деле, маленькое чудо, на которое способны украинские коммунальщики, это даже слов нет передать, насколько оперативно люди успевают дать тепло в дома после таких обстрелов. Как ситуация обстоит на Салтовке? Мы помним, опять же, что с первого дня полномасштабного вторжения именно там было больше всего разрушений. Да, Салтовка находится ближе всего к населенному пункту Тыркуны, это буквально 5 километров от Харькова. Населенные пункты моментально заняли россияне и проводили обстрелы в Салтовке. Сейчас там идутся масштабные восстановительные работы жилищного фонда, это и государственная программа, там идет замена окон в домах, которые уцелели, то есть там где ударные волны, осколками были побиты стекла, а также благодаря программе нашей мэрии сейчас идет, закончился уже практически разбор завалов, идет восстановление домов, снимают разрушенные этажи, плиты с многоэтажных домов и кирпичной кладкой восстанавливают квартиры, ставят окна для того, чтобы в ближайшее время люди как можно быстрее смогли вернуться домой в свои квартиры. Это касается тех домов, которые подлежат восстановлению. У нас, к сожалению, есть многоэтажный дом, на который авиабомба была сброшена, не подлежит восстановлению. И достаточно большое количество домов, которые также уничтожены тотально из-за большого количества ударов по самоконструкции. Одна из важных тем, которая связана с деоккупацией, это очистка деоккупированных регионов от минных угроз. Они, к сожалению, уносят жизни. Вы буквально несколько минут тому упомянули супружескую пару, которая погибла, или мужчина погиб, женщина получила ранение, в связи с тем, что наехали просто на обочине, на мину. Как происходит процесс разминирования деоккупированных территорий? С какими трудностями сталкиваетесь в процессе? Первые трудности, конечно, самые такие сложные они были с тем, как выпал первый снег. Но природа сейчас на нашей стороне, поэтому немножко полегче проводить разминирование. Сложность в том, что некоторые виды боеприпасов, они изготовлены из пластика, и просто их металлоискателями найти нельзя. Поэтому, фактически, на ощупь, проходя метр за метром обочины территории, там, в края лесопосадки, где необходимо зачистить территорию, наши секторы делают все возможное, чтобы очистить территорию. И первостепенными задачами являются объекты критической инфраструктуры, а также жилищный фонд, потому что многие жители населенных пунктов, которые даже сейчас находятся под обстрелами, нерегулярно, заново и заново находят у себя разные виды снарядов, взрывоопасных объектов, и туда необходимо выезжать сразу. Поэтому работа продолжается какие-то дни, это по несколько десятков взрывоопасных объектов какие-то дни, сотни объектов обезвреживаются. Но она идет фактически безостановочно, ну, понятное дело, с наступлением темноты работа вынужденно останавливается. Спасибо большое за комментарии. Наталья Попова, советница председателя Харьковского областного совета, была с нами на прямой связи. Спасибо.